Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль BMW E60 2006 года выпуска. Двигатель 3 литра, полный привод. Пробег на автомобиле 196 тысяч километров. Заменим сегодня на нем левый передний привод. Не оригинальный, фирмы Ruvil. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и откручиваем рычаги. Поднял автомобиль, снял колесо, ослабляем гайку привода. В принципе, ее можно сразу открутить. Головка здесь на 37, я взял на 38. Фиксируем через тормозной диск. И откручиваем. Теперь сниму вот этот пыльник головкой на 8. Крепление его откручиваю. А я выбираю, чтобы перескаться дальше. Идем клеточки. Все для тебя. Здесь были уже крески отзара. пыльник разорвало так ну все снял пыльничек привод наш он видно здесь вот пыльник в хлам и привод там нету внутренних подшипников они давно вылетели и просто как дребезжалка ездила откручиваем рулевую тягу и обе шаровых опор снизу с рычагов резьбу почищу щеткой по металлу маленько головка на 24 откручиваем а 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 открутил гайку и вот по месту видно сюда отбиваем шаровую зашита зашевелилась она зашаталась у нас и также с этой стороны изнутри вот сюда ну здесь буквально два-три раза я ударил она сразу же отошла тоже вот шевелится рулевой рулевой наконечник я изнутри так же ударил наверно раз пять тоже он отошел все у нас получается ступица свободна мы сейчас снимаем шаровые опоры и отводим ступицу в сторону так как перевод у нас мертвый он выскочил сразу на место его пока заведем чтобы нам снять его из ступицы если они такие ступицы который стоит и с и Берем оправку и выбиваем его из ступицы. Граната ещё не мёртвая, поэтому её наружную оставим, а внутренняя она всё, она в хлам. Вылетел только один подшипник, а два подшипника залетели внутрь и лежат вон внутри и вот поэтому они там издавали звуки ещё дополнительно. Сейчас берём новый привод. Берём привод фирмы Рувиль. Номер идёт РУ-57275Б. Привод идёт в сборе с внутренней, с наружной гранатой. Сразу помазанный. Новая гайка. Сейчас смажу шлицевую. Выдернем старую гранату внутреннюю и вставим новую, чтоб нам масло минимум потерять. Гранату вот сзади, со стороны коробки, вот её видно, вот здесь вот подсунул монтажку, зацепил за неё и она спокойненько отошла. Ещё её не выдёргивал. Сейчас потяну, посмотрю, побежит масло, не побежит и быстренько вставлю новую гранату. Будем как-то пытаться проделать эту операцию. Хорошо, заводим новую. Аккуратненько, чтоб не порвать пыльник и сальник на пыльник. И защелкиваем её. Всё, граната у нас сидит на месте. Поправляем пыльник. Сейчас его вставим, когда на место. Смазываю шлицевую. И заводим привод в ступицу. Поправляем. 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 Третьей руки не хватает Почему-то Призвал на помощь третью руку И у нас все получилось Вставил обе нижние шаровые Натягиваем и наживляем привод Все, привод я ставил, подтянул Смазываем резьбу Наживляем гайки и затягиваем Наживляем гайки и затягиваем Затягиваем Все, шаровые обе затянул Рулевой наконечник затянул Также установил на место пыльник Уже это не стал показывать здесь И так все понятно Затянем гаечку И закернем ее Теперь отвертку мы берем Сверху устанавливаем И подтягиваем гайку Берем отвертку И вот с одной стороны Хотя бы мы его закерним Все Устанавливаем на место колесо И на этом замену переднего левого привода Мы закончили Всего вам доброго